В эфире информационный блок Доброе утро Таллину. На сегодня в гостях депутат Таллинского горсобрания, член социальной комиссии, заведующий клиники по уходу Западно-Таллинской центральной больницы Марк Левин. Здравствуйте. Доброе утро. Вхождение центристов в правящую коалицию повлекло за собой перестановку людей на разных уровнях, в результате которой вы попали в Таллинское горсобрание. Но, насколько я понимаю, в столичном горсобрании вы не новичок. Четвертый созыв уже, считай, буду. Ну и с 1999 года. Скажите, поможет ли вам пребывание во власти обратить дополнительное внимание на проблемы медицины? Ну, это естественно, потому что это дополнительная возможность сказать с трибуны городского собрания что-то. Кроме того, я вот, несмотря на то, что я не был членом городского собрания, уже достаточно долго, периодически пишу, ну, такие, будем говорить, популистские немножко, может быть, статьи о здоровье в газете «Столица». А городское собрание, конечно, это, в общем-то, власть в Таллине. И обратить внимание на проблемы, которые меня касаются, как заведующего клиникой, всегда, так сказать, есть возможность. На какие проблемы, касающиеся ухода за больными, престарелыми, вы бы хотели обратить внимание в первую очередь? Самая главная проблема, к большому сожалению, это нехватка средств. То есть финансирование больниц по уходу, они теперь называются сестринские больницы, в общем-то, все-таки меньше тех потребностей, которые у них есть. Кроме того, я бы хотел обратить внимание не только на больницы, но и на состояние домов престарелых. Так как вы тоже знаете, наши зрители знают, что население наше стареет. И, к сожалению, большому оно стареет так, что активная деятельность, активная жизнь прекращается уже где-то после 80-85 лет. А люди еще живут, они имеют какие-то определенные потребности, а им надо где-то находиться. Дома их содержать нельзя, потому что люди, которые за ними должны ухаживать, выключаются из производственного, так сказать, нашего процесса всего. Они не могут ходить на работу, по-простому говоря. Вы написали письмо Юрию Ратасу, и какие-то из ваших тезисов и предложений даже обсуждались на коалиционных переговорах. Да, когда премьер-министр через свой секретарь отвратился ко мне, какие вопросы я бы хотел, чтобы освещались и обсуждались на коалиционных переговорах, я как раз вот об этом и писал, о недостатках финансирования и организации больниц по уходу, то есть сестренских больниц, и по финансированию и организации домов престарелых в Эстонии. А в чем, собственно говоря, разница между больницами по уходу и домами престарелых? Знаете, разница, вот она, к сожалению, может быть, даже иногда не так разительна, как кажется. Но, в общем-то, разница в том, что больница по уходу должна все-таки оказывать большую помощь тем людям, которым надо постоянно, ежедневно делать какие-то медицинские процедуры в достаточно большом объеме. А дом престарелых – это все-таки в основном дом для людей, которые могут сами еще как-то себе помогать и жить в этом доме престарелых, или в основном это те люди, которые уже не могут себе помочь никак, и они нуждаются только в уходе, а лечения уже как такового практически нет. Но еще раз говорю, что грань, она очень эфемерная, она такая вот неразительная, поэтому вот неплохо бы пересмотреть некоторые, может быть, требования к нахождению в том или другом медицинском учреждении, и, в общем-то, это требует дальнейшего изучения, и, в общем-то, я думаю, что, учитывая, что там в нашем правительстве сейчас есть люди, которые достаточно хорошо разбираются в медицине, есть и такие тоже, советники, я думаю, что этот вопрос все-таки будет решен каким-то образом. Судя по тому, что вы сказали, в общем-то, все проблемы упираются в недостаток финансирования, вот можно ли что-то сделать на самом деле, не получив большого количества денег? Ну, какие-то варианты возможны, надо об этом думать, надо это обсуждать, надо этим заниматься, иначе ничего не будет. Спасибо вам за комментарий, а мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был депутат Таллиннского горсобрания Марк Левин.